добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты с вами художник гримера денякина светлана прекрасная модель татьяна 61 год и в этом видео уроке потрясающей трансформации для татьяны стильная классная укладка на стрижку коры самая обычная коры щелка обратите внимание а задачу я себе поставила как всегда интересную сделать укладку стиле дженнифер лопес для этого мне нужно убрать обычную классическую челку на бок нижняя часть укладки расширена то есть имеет форму треугольника задача по форме и сна теперь расскажу каким инструментом я выполню данную укладку утюжок утюжок мазар кера стайл про для кого подходит данный утюжок для домашнего использования или все-таки профессионального об этом обо всем поговорим дальше в моем видео уроке и для любого преображения необходим профессиональный макияж поэтому про макияж поговорим уже в следующем видео уроке и самое интересное дорогие мои внимание смотрите видео урок до конца так как в конце проходит розыгрыш розыгрыш на утюжок в данном случае это конечно же мазар кера стайл про и фен щетка baby лиз поэтому обязательно посмотрите видео урок до конца в конце я как раз расскажу что нужно сделать чтобы участвовать в розыгрыше и получить такие замечательные нужные подарки от меня ну что с толком с чувством с расстановкой поехали укладка на самую обычную стрижку коры классическую стрижку коры поэтому я и говорю обычную для укладки понадобится чисто вымытые сухие волосы в принципе никогда не делайте никакие прически укладки на грязные волосы это очень сильное заблуждение когда клиенты порой приходят на фотосъемку и говорят о я специально не помыла ведь на свежие волосы вы укладку не сможете сделать и так как они рассыпаются нет дорогие мои самое главное правило в любых укладках и прическах это все-таки чисто вымытые волосы поэтому я как правило всегда клиентам говорю заранее мойте голову до скрипа до скрип это мое любимое слово чтобы чем чище волос тем лучше они будут в укладке это как раз для тех самых вариантов когда вы делаете укладку все-таки не в салоне прихмахерской а где-то фотостудии где-то в выездной какой-то съемки поэтому я и говорю что можно сделать заранее если вы в прихмахерской то естественно вы тут же моете голову сушите брашенком а потом уже укладку на утюжок делайте и так отделив нижнюю зону достаточно большой вы видите объемные нижние затылочные части а выделила горизонтальным пробором после этого начисала никакой прикорневой гофре в данном случае я не использовала хотя можно в любом случае укладка любая это все-таки индивидуальный подход индивидуальный подход каждому клиенту каждому типу волос и соответственно вы выбираете уже сами принимаете решение какой способ какую технику выполнить для того чтобы у меня был начес и более жестким хорошо держался естественно я добавляю на прикорневую зону перед тем как выполнить прикорневой начес пудру для объема от фирмы stl могу сказать сразу ответить на возможно на ваш вопрос пудру можно брать любой абсолютно они все однотипные шварцкоп год тубе вэлла или например в данном случае стель абсолютно все одинаковые отделяю пряди достаточно объемные обратите внимание ширина пробора около двух сантиметров потому что укладку я в итоге сделаю буквально за 20 минут то есть это самый экспресс укладки который может быть быстро без всяких заморочек начес выполняю плотный прикорневой на пудру затем фиксирую обязательно лаком лаком фиксируйте из-под низу вы видите что я лак флакон держу внизу и поток воздуха еще больше приподнимает на объем каждую прядь а затем уже выполняю накрутку хочу сразу сказать упустила немножко момент первую зону нижней затылочную я накрутила в очень легкой форме то есть не было тугого завитка почему потому что я не хотела потерять длину то есть буквально один оборот и причем такой вытянутый оборот был следующий уже зона накрутки как раз в данном случае я выполняю более тугую то есть когда вы тугую выполняете вы перехлёстываете прядь и в более сильном натяжении прокручиваете тогда у вас получается очень резкий такой тугой завиток в этом кстати и плюс накрутки при помощи утюжка потому что утюжок все-таки дает регулировку вы можете спускать и более вытянутый делать завиток или наоборот такой резкий спиральной все в ваших руках как говорится потому что любая укладка это все-таки моделирование и моделирование при помощи утюжка получается всегда просто и даже добавить уже нечего потому что реально просто утюжок дает во-первых простоту в обороте то есть вот вы видите я накрутил и расправляю и крутой тугой завиток когда вы берете более спускной локон вы тащите вниз и более спускным движением вытягиваете и одновременно подкручиваете но тогда завиток не получается резкий тугой тогда сохраняется больше длина и получается более пляжный вариант локонов об этом я уже говорила неоднократно своих предыдущих видео уроках так как инструмент утюжок все-таки я часто использую в укладках на среднюю длину на короткую длину и в данном случае утюжок мозор немножечко давайте коснемся его мозор это фирма для профессионального использования инструментов в парикмахерских салонах потому что они выпускают очень крутые машинки для стрижки могу сказать что одна из первых моих машинок это все-таки была мозор и она была беспроводная классная крутая прям машинка без вопросов к ней а сейчас у меня в данном случае утюжок утюжок классический 24 миллиметра ширина платформы легкий гладкая обтекающая форма дает безусловно хороший вариант локона потому что легко протягивается волосы поэтому легко соответственно образуется завиток наконечники у утюжка имеют такую впалую поверхность как раз удобно и для того чтобы придерживать левой рукой пальцами утюжок по поводу проборов обратите внимание чем выше я подхожу к макушке тем тоньше проборы это вот всегда залог моих укладок нижнюю затылочную зону всегда я быстро выполняю то есть особо нету такого явного внимания каждой прядки но когда перехожу уже к верхним кроющим прядем то тут я беру более тонкие проборы более кропотливую выполняю накрутку и более качественно от этого будет зависеть уже чистота укладки в итоге укладка будет чистая классная но она быстрая потому что я время сократила как раз на нижней затылочной зоне вы видели нижнюю затылочную зону я особо не применяла никакие такие феноменальные техники что я там каждую прядь разбирала или кропотливо что-то делал нет вот как раз все это вы должны делать на верхней затылочной зоне а именно обязательно добавляйте прикорневой начес после того как вы накрутили второй раз добавляете прикорневой начес чтобы пряди просто у вас перпендикулярно практически стояли тогда объемность будет в укладке тогда укладку вас продержится даже два дня берем более тонкие прядки вот вы видите насколько я все-таки уменьшаю толщину каждой прядки и большую часть волос направляйте на затылок вот сейчас как раз в профиль видно что большая часть волос уходит на затылок и соответственно от этого приподнимается а височную зону обязательно накручиваем от лица то есть плойку в обратную сторону и тогда у вас будет при разборке удобно каждый локон направлять эту самую прямую челку можно будет легко увести также в обратную сторону на затылочную часть направить и соединить и убрать эффект в принципе как таковой челки то есть укладка будет не сосредоточена то что конкретно есть отдельно прострижена челка а будет единая волна которые от пробора уходит на бок и кстати от лицевых прядей будет зависеть укладка понравится вашему клиенту или не понравится все-таки лицевые пряди это самая красота в любой прическе укладки поэтому обратите внимание вот сейчас внимательно как я накручиваю лицевые пряди на объем сперва плойку доворачиваю вот видите на объем протянула а затем разворачиваю в обратную сторону и от лица вот то самое движение когда я говорю про ворот делаем от лица пряди обязательно берем тонкие прозрачные потому что тогда вам легче будет формировать саму волну кто смотрит меня постоянно тот знает что я видео уроки делаю абсолютно доступными максимально вот стараюсь каждый мелочь каждую деталь раскрыть все секреты и тут я скажу что когда мы с татьяной договаривались о данной съемки я попросила отрастить челку то есть у нее было все-таки коротко прострижена челка я попросила месяц не стричь подготовиться к съемке потому что здесь вариант нужен слегка отросший челки иначе и на бок совершенно сложно убрать поэтому если вы хотите повторить такую же укладку то в таком случае вам нужно слегка отросший удлиненная челка тогда без проблем это можно сделать прядь за прядью я повторяю одну и ту же технику то есть на объем начисала зафиксировала затем подкрутила на объем и в обратную сторону утюжок разворачиваю и от лица докручиваем самое главное не делайте резкого завитка вот здесь у вас нету столько длины чтобы вот феноменально какой-то завиток делать тогда у вас не получится волна вы видите что я много раз пытаюсь направить волосы в нужное мне направление потому что я как раз в это направление буду уводить челку накрутку при помощи утюжка я выполнил еще больше взъерошила руками волосы зафиксировал лаком а потом нанесла уже спрей воск от фирмы редкин а на руки наношу жидкий шелк от фирмы эстель и начинается самая интересная часть для меня в укладке это все таки разборка локонов и создание самой формы делаю вот так вот руками пожамкала как вот сказать еще не знаю даже слова подобрать и таким образом жидкий шелк еще больше нанесла на все волосы жидкий шелк главное не переборщить но он помогает создать мягкость форме то есть если вы переборщили где-то с лаком а если много лака то волосы склеены и получается и нужно соответственно размягчить лак то как раз жидкий шелк или спрей воск он размягчает лак и делает более мягкими волосами снова и более послушными соответственно вы можете что сделать еще раз про чесать и для этого кстати лучше всего использовать расческу с вилочкой то есть наконечник на расческе в прямом смысле вилочка главное металлической вот такая вот расческа вам будет незаменимой помощницей в любых прическах и укладках то есть я каждую прядь счёсываю но внутренний начес оставляю все равно то есть я его не трогаю тогда сохраняется объем в укладке если вам нужно прядь поставить максимально высоко но нужно ее соответственно зафиксировать таком состоянии то вы можете использовать как я сейчас в данном случае самые обычные деревянные спицы для вязания главные тонкие и так на спицу я ставлю каждую прядь ту самую челку и получается подъем линия вот это вот боковая которая задает волну от лица и кстати разборку я сама начала все таки с лицевых прядей почему потому что я хочу сформировать вот лицевую часть прически можно затылка начинать разборку можно с висков то есть как вам удобно по моей части самое главное такая вот тяжелое так скажем в укладке в данном случае это все-таки челка челку нужно соединить максимально в единую линию с височными прядями так чтобы смотрелось это все монолитно едино поэтому я и перешла работать уже к челке непосредственно то есть вот эту форму создавать а потом уже перейду к вискам и к затылочной зоне сочные пряди я прочесываю локоны и создаю форму треугольника вспоминаем изначально задачу нашей укладки понятное дело что у дженнифер лопес более удлиненная стрижка в любом случае мне нужно приблизить форму соответственно нижние височные пряди я вытягиваю и ставлю практически перпендикулярно чтобы создать вот это вот треугольник и расширить нижнюю часть в укладке сразу скажу об ошибках которые многие совершают когда создают определенную форму в укладках лучше больше сделать и потом поджать по объему нежели когда вы изначально делаете маленький объем и уже достать его в принципе очень сложно а вот теперь по поводу исправления смотрите челку я первично в самой внимательной обратили внимание разделила на две части после того как я спицы вытащила у меня челка во первых зафиксирована была на спицы и лаком я и зафиксировала она какое-то время пробыла в стоячей форме потом я соединила эти две пряди в единую одну целую прядь таким образом получился и подъем и вот это единая волна во время раскладки локонов рекомендую всегда смотреть в зеркало вот сейчас как раз вы видите что я всегда смотрю в зеркало вот отражение у меня перед зеркалом и я контролирую и регулирую саму форму по объему и единственное видео не видно затылочной части все-таки основной уклон я сделала в лицевые пряди височные поэтому автоматически быстро прочесала расческой вилочкой затылочную часть потому что объем там уже был сформирован во время накрутки мне оставалось его только прочесать и каждый локон подчистить вот эту технику как раз вы сейчас видите с противоположного виска быстро элементарно ничего особенного я не делаю тугая накрутка она делает свое дело когда у вас сформированы классно утюжком каждый локон поэтому возвращаясь к теме утюжка мозор керастайл про то могу сказать что он универсальный простой в обиходе и отличный как для профессионального использования так и для себя лично потому что он легкий маневренный удобный и тем более стоимости до 4000 а я приближаясь конечной форме моя задача убрать вот этот вот овал сверху все-таки создать более пиковую часть соответственно нужно прижать баком верхней зоны что собственно постепенно я и делаю а чтобы зафиксировать надежнее челку в стоячей форме я уже для этого буду использовать жидкий лак жидкий лак потому что он спреевый даже на видео видно как вот все таки более каплями он брызгает и более такой мокрый эффект оставляет но зато надежный еще раз напомню какие продукты для укладки я использовала во первых это пудра для объема от фирмы эстель второе мой самый любимый лак и самый ходовой это от фирмы шварцкоп голубой флакон лак силуэты спрей воск от фирмы редкин по возможности хотите используйте хотите нет но в любом случае действительно он помогает зачищать и выделять текстуру на волосах а также жидкий шелк от фирмы эстель и финально жидкий лак от фирмы шварцкоп и так вот конечный вариант укладки вроде бы все сделано но в любом случае я еще подделываю смотрю зеркало на форму то есть где-то мне хочется поджать где-то наоборот объем добавить поэтому конечная форма еще дорабатывается и дорабатывается по чуть чуть я все-таки формирую ту самую форму укладки которую хочу в итоге увидеть как говорится совершенству нет предела главное любить то самое дело которым вы занимаетесь то есть для меня прически макияж грим это все-таки дело которое я нашла в своей жизни которому я пришла и получает этого большое огромное удовольствие естественно от самого процесса а главное от результата и кстати по поводу того что почему же я все-таки хочу и делаю сравнение с голливудскими звездами потому что я считаю что каждый человек уникальный у каждого человека есть определенные достоинства и которые лишь только нужно подчеркнуть и достать и вот она красота поэтому главное я считаю задача профессионального мастера стилиста визажиста это увидеть образ который подойдет непосредственно вам а возвращаясь к моей замечательной в модели 61 год татьяне она очень сильно переживала справится ли она или не справится с позированием я считаю что она справилась просто на все 161 год джейло сейчас 51 год кто лучше кто хуже пишите в комментарии но я считаю наша танюша просто звезда и расскажу вам как один раз в жизни мне сказали не самый приятный комплимент когда молодой человек сказал все у меня девушки до тебя были необычные особенные уникальные а ты какая-то свет обычная обычная девушка вот прям совсем обычная я так тогда расстроилась думаю как я я я же в себя в душе как и вы я думаю многие видите уникальные вы думаете что я такая особенная а вам говорят а ты обычная ты не особенная понимаете эти слова мне так вошли в память вот просто врезались и я подумала нет я конечно может и в твоих глазах обычная но на самом деле я глубоко необычная и каждый из нас дорогие мои женщины необычная и на эти комплименты не разводимся а говорим что мы уникальные и уникальные все в нас абсолютно все стоит лишь только рассмотреть увидеть и подчеркнуть и почувствовать внутри себя самую суть уникальности и советую вам обязательно посмотреть технику макияжа для татьяны в следующем моем видео уроке ну что дорогие мои вы посмотрели данный видео урок надеюсь он был полезен а теперь переходим к самому интересному самое интересное для меня для меня как и для многих из вас я думаю дарить подарки все-таки когда мы дарим мы выбираем смотрим что-то такое вот интересное понравится не понравится и когда ваш дорогой близкий вам человек берет подарок в руки и говорит а это то самое то самое что я хотел как ты угадала и вот я хочу сказать что я надеюсь угадала с подарками ведь тот самый утюжок с помощью которого я сделала данную укладку он хороший он универсальный мозор кера стайл про удобный легкий простой утюжок который пригодится как для домашнего использования так и для профессионального ведь мозор эта фирма все-таки для профессионального используем для салонов для стилистов непосредственно поэтому данный утюжок а конкретно три штучки я вам дарю три утюжка три победителя кто-то получит данный утюжок еще один подарок который от меня вы получите надеюсь вы его оцените это фен щетка babyliss кто меня постоянно смотрит тот знает что я выкладывала видео урок я делала при этой при помощи этой щетки для себя личную укладку то есть это та самая щетка с помощью которой я уже делаю на протяжении 10 лет себе укладки быстро и легко за 10 минут посушила вытянула форму придала тот самый инструмент когда я его беру везде и в путешествие потому что она незаменимый мой помощник фен щетка от babyliss и так две фен щетки и того 5 подарков от меня дорогие мои 5 подарков я хочу вам подарить под новый год что для этого нужно сделать вы скажете света что нужно сделать пожалуйста дорогие мои пишите внизу под этим видео в комментарии ваше имя возраст из какого увы города допустим маша из санкт-петербурга 33 года и вот это вот комментарии будет автоматический залог вашего участия только главное под этим видео в youtube не фейсбуке не вконтакте не в инстаграме дорогие мои вот под этим видео в ю тубе пишем комментарии и тогда вы становитесь автоматически участником данного розыгрыша данный розыгрыш будет проходить уже 26 декабря у меня на канале в инстаграм то есть в час дня по москве встречаемся в инстаграм и там я провожу розыгрыш в прямом эфире как это выглядит очень просто программа генератор случайных чисел выбирает абсолютно по своему усмотрению пять любых комментариев пять победителей и я это провожу в прямом эфире то есть сам розыгрыш если у вас нет инстаграма или вы не сможете по времени посмотреть ничего страшного 26 числа 26 декабря я продублирую этот прямой эфир выставлю в ю тубе поэтому вы увидите в любом случае кто выиграл возможно вы самые удачливые кстати напишите в комментарии насколько вы удачливы и вот я считаю себя самым удачливым человеком и самым дом мне везет реально мне по жизни везет то есть я очень часто выиграю подарки призы и по жизни жизнь моя так складывается что я везунчик все-таки кто сплю ну чтобы не сглазить поэтому вы напишите внизу в комментарии и проведем статистику сколько все-таки везучих удачливых людей или больше все-таки неудачливых обязательно пишите свое мнение в комментарии свои случаи жизни еще задержитесь на минутку чтобы услышать мои слова благодарности дорогие мои друзья не подписчики нас практически уже с вами приближается к полмиллиона полмиллиона канал приближается и вы мои близкие родные друзья да именно так я вас хочу называть и вы являетесь моими друзьями потому что нас объединяет с вами красота мы делаем женщин красивыми для самой себя либо для работы вы делаете красивых женщин при помощи работы неважно но суть когда женщина красиво она уверена в себе она значит счастливая радостная довольная это счастье просто излучает и вот это наши с вами задачи наши с вами задачи которые объединяет нас красота красоту массы я всегда говорю потому что она как раз делает женский день счастливыми а женщина вообще мало надо для счастья согласитесь с вами была художник гример динякина светлана еще раз повторяю обязательно участвуйте в розыгрыше возможно от меня вы получите подарок до новых встреч на моем канале всем удачи и добра а главное здоровья до свидания и и и и и и и и и